Это самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья. Закрой рот. Я тебе сказала, закрой рот. Читай ещё раз условия задачи. 33 Е млекопа. Чего? 33 Е млекопа. 3 Е млекопа! Что они делают? Копают. Копают! Так, давай с русского начнём. Господи, отец тракторист, мать прачка. Кому-то дебил такой непонятно. Мама, в школу сказали 400 рублей принести. А где мама их возьмёт, не сказали? Мама на баналь пойдёт? У твоей сестры хлеб отнимать? Ма! Не мамка, учи уроки! Сопля, выходи! Так, стоп. А кто это кричит? Князь. А чё это ты, сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздаёт? Князь. А я вот сейчас твоему князю пойду уши, та поотрываю. Шубись, мать сопли идёт! Я тебе сейчас дам, мать сопли! Ма, ну можно я мультики посмотрю? Амнюльтики! Здрасте, соседи, чё орёте опять? Чё б вам было чё по дверью слушать? Чё припёрлась? Соль займите. Вы каждый день к нам за солью ходите, вы чё, лоси? Чё, уроки делаете? А мой в приставку играет. Так, знаете, чё я вам скажу? Балуйте вы своего князя! Взяла соль? Взяла! Чище отсюда, княгиня! Барсик! Барсик! Паразит, а, котлеты, не жрёт! Ладно, Валера придёт, разогреют. Всем привет! Привет, пап! А, сопля старший пришёл. Садись, ешь! Соседка приходила. Чё соседка? О, чё соседка? Пожалуйста! С порога зашёл! Не как жена, как дети! Чё соседка? Как соседка? Чё ты делаешь? Ну чё ты начинаешь? Я ещё и начинаю! Я ещё и начинаю! Ну чё ты? Да пошёл ты! А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась. Где ты видел? Ну на улице видел. Чё, прям сильно поправилась? Вот такая! А теперь лишь бы походить, позаглядывать на баб! Как будто своего дома... Ой, Валера, закни! Бу-бу-бу-бу-бу-бу! Пришёл, рот не закрой! Дай мне телевизор посмотреть! Звоните! 39-77-15! Муж на час! О, Валера, целый час! Учись! Люба, да это они про электриков! Да хоть бы и про электриков! Он! Звонок некому сделать! Уже двоих током убило! Это хорошо, что приставы! А если бы люди? Чё ты сидишь? Иди коврик резиновый постели, сейчас моя мама приедет! Так, может, не надо тогда стелить? Я тебе сейчас пошучу! Люба опять обувь бросала! Это не дочь, а наказание какое-то! Мам, чё ты на меня всё время кричишь, как будто я не родная? Так, сиди, не мамкой, а где мой внучок? Бабушка! Иди, поцелуй бабушку! Ну, бабушка! Иди, поцелуй бабушку! Бабушка, а можно я мультики посмотрю? Какой? Рапунцель! Это шо, про ивреев шо ли? Наши надо мультики смотреть, они доброте учат! Вот хотя бы этот, помнишь, дочь? Да! Пусть мама услышит, пусть мама придёт! Мама! Пусть мама меня непременно найдёт! Мам! Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети! Мам! Да ты дашь мне с бабушкой поговорить, дебила кусок! Ана, Леонидовнукаль! Мам, чё ты на меня кричишь, как будто я тебе не родная? Выпугала кобыла! Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! А чё вы разорались тут? Чё ты вышел в сцене три человека? А чё тёша человек, что ли? Ой! Я тебе не люблю мою маму! Друзья, а самое удивительное в этой истории то, что сейчас на сцене находятся самые близкие друг другу люди. Команда КВН – город Пятигорск! Ну а мы продолжаем! Итак, Юрмала, ресторан, романтический ужин. Женщина, стойте! Вы арестованы, вы должны идти в участок! Я тебе русским языком объясняю. Сначала по моим делам, потом по твоим. Извините. Извините, у нас закрытое мероприятие. Ой, а я когда дверь вышибала, почему-то так и подумала. Как дверь вышибала? Сашенька! А мне сказали, что вы в Юрмалу уехали с какой-то красивой девочкой. Ху, от люди, а лишь бы набрехать. Саша, что это такое? Это Варенька, моя бывшая. Бывшая? Бывшая прибывшая. Встречайте. У вас совесть есть, а? Вы меня бросили одну с тремя детьми. Алименты кто платить будет? У них есть три отца, пусть они и платят. Три отца? Не смейте! Обвинять меня в моей неразборчивости. Все просто любвеобильное. В Юрмалу он ее привез. Ха! Меня, между прочим, Сашенька в Париж возил. Да, Саш? Саша, это правда? Я думал, она его увидит и умрет. Не обращайте внимания, давайте выпьем что-нибудь. А вы знаете, я бы выпила чего-нибудь этакого? Тасол! Официант, принесите тасол, но не простой, нет? Какой-нибудь такой эдакий. Выпьем. Легко. Я поднимаю свой бокал, чтоб вылить на себя корова. Если вы сейчас не отстаньте, я вызову полицию. А вот это интересная игра. Уиу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу-иу. АПЛОДИСМЕНТЫ Что случилось? АПЛОДИСМЕНТЫ Кто нарушил порядок, я сейчас всех пересажал в тюрьму. Будь готов, я сейчас вызывать буду. Ага. Вы варвар-варвара. А вы Саша-са-са-са. Сашенька, в любом случае, что бы ни случилось, помните, что говорят ваши родители. А что они говорят? Сашенька, если ты нас любишь, делай все, как говорит эта женщина. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот и делайте, все, как говорит эта женщина. Катюша! Фу ты, а! И этот ушел. АПЛОДИСМЕНТЫ Жалко, что ты не мужчина. Я б тебя любила, бредила б тобой. Я мужчина. А сейчас интересно мне поподробнее, ага. Нет, нет, не в этом смысле. Сейчас вообще заинтриговал меня. Я походу у вас тут задержусь. Нет, чтобы остаться в Латвии, нужно купить недвижимость или выйти замуж за латыша. Нет, недвижимость не мое, не потяну. А замуж я согласна. А давайте я вам лучше недвижимость куплю. АПЛОДИСМЕНТЫ А ну ты че? Нет, это судьба. Послушайте, вы ни в чем не виноваты. Я вас отпускаю. Я ж дорогу в неположенном месте перешла, а? А, это мы в неположенном месте асфальт постелили. Постелили? Слово-то какое на грех наводящее. Послушайте. Женщина, оставьте меня в покое. Постелили в покое? Че ты делаешь со мной, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, на Кавказе есть традиция. Все, кто знают о свадьбе, должны на ней присутствовать. А так как мы с Катей растриндели про нашу свадьбу на всю страну, дорогие друзья, добро пожаловать на наше торжество. Ты че сделал, а? Ты че сделал? Тарелки помыл. Зачем? Так грязные все были. Да там Карпаччо была. Иди отсюда. Нет, левее я говорю. Оль, а икра для Александра Васильевича? Нет, икра из-за Александра Васильевича. Понятно. Оль, а зачем ты Катя на платье надела? Таня, у меня, между прочим, сегодня тоже праздник. Я в Катя на платье влезла. Я, может быть, этот день больше, чем Катя запомню. Привет! Че происходит-то? Да не обращайте внимания, это он играется. О, Оль, а че ты Катя на платье надела? Утюга нет. Глажу. Едут! Едут! Кто едет? Студья в газели едут. Все сядем. Тут дурачок всему радуется, ну честное слово. Ладно, пойду сниму, а то они скоро, правда, приедут. Давай. Так, дорогие друзья, внимание на ведущего. Сейчас появятся молодые, нужно их хорошенько прям встретить. Дорогие друзья, тоже участвуйте. Допустим, появляются молодые, и мы 3-4. Нет, нет, друзья, вы должны радоваться так, вот представьте, как будто вы заселились в гостиничный номер, а он один в один, как на фотографии в интернете. Все, отлично, отлично, отлично. Так, 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 внимание на ведущую. Так, все в ручеек встали. Погоди, Оль, почему ты ведешь эту свадьбу? Потому что я тебе нос сломаю. Аргумент. Я, я извиняюсь, каравай? Обычный такой. Так, ну что, встречаем молодых бурными аплодисментами. Аплодисментами. Дорогие молодые, вы родители творения, примите их благословение. Мы их не родители. Заткнись. Просто это странно еще. Ты молодая жена, будь нравом кратка. Ты жених молодой, стань в доме главой. Все-таки в 21 веке живем. А чипните по кусочку, посолите понемножку. Пусть это будет первый и последний раз, когда вы друг другу насолили. Ни убавить, ни прибавить. Да заскнись. Ребята, как все здорово, классно, спасибо. Давайте скорее к столу. Давай, я что-то здорово. Это любимая, конечно. Слушай, я всегда хотел спросить, как вы, армяне, так вкусно мясо маринуете, а? Я черкес. А, Серега. Это черкес, братан. Как вы, армяне, так вкусно мясо маринуете? Скажи, я просто с рыбой там. Ну что ж, дорогие друзья, с чего хотелось бы начать? Ну, наверное, с парада свежих пародий. Нет, давайте всю свадьбу будем хайкать. Мы же из МГМО. А что началось? Я тебе сейчас рот откушу, понял? Так, Оля, успокойся. Подожди, почему, Оля, почему не Ваня, успокойся? Потому что Ваня мужик. А ведет себя как баба. А Оля ведет себя как мужик. А может, еще и я себя не так веду. А может, и ты себя как-то не так ведешь. А вы, господи, первая семейная ссора. А это Савадьба, Савадьба пела и... Я извиняюсь, он просто год не пил. Пойдем, пропил. Плесала крылья. Все, 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 все. Леня, Катя, мы с командой приготовили для вас подарок. И мы, кстати, приготовили подарок, но не абы какой, а песню. Песню? Песню. А что летели, спели бы по телефону подарок, да и все. Мы хотим вам песню подарить. Вы думали машину, а тут песня. Согласитесь, с песней проще жить. Да, дочка у вас родится, в третьем куплете жить будет. Радости, добра по жизни, легкой вам дороги. Тань, еще три слова, а я вам вырву нахрен ноги. Кошмар, ну как так можно? Что, Катюха, не дождалась меня? Говори, кто он? Кто его за дверь, не следует, не следует, не следует. Кто его за дверь, не следует, не следует. Я извиняюсь, его просто на солнце еще больше развезло. Пойдем, 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 пойдем. Так вот, ребят, я о чем? Так, Оля, почему ты ведешь эту свадьбу? Потому что я веду эту свадьбу. Хорошо, компромисс. Давай договоримся, кто из нас будет вести старым свадебным конкурсом. Ползунки. Ползунки. Давай. Вадик. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы эту свадьбу вел мальчик, скидывайтесь, пожалуйста, в синий ползунок. А если хотите, чтобы свадьба прошла хорошо, скидывайтесь в розовый. Так, к москвичам идти, Серега, к москвичам. Вадик. Вот, 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 да ниже, ниже, ниже. Беги к пьяным. Серега, не иди к загорел, у них нет денег. Вот к бледному мужчине иди. Вадик, беги к армянам, которые рядом с абхазами сидят. Сейчас они начнут выпендриваться друг перед другом, мы за три секунды наберем. Лизгинку танцуй, вот перед ним, лизгинку. Давай, давай, давай. Вадик, беги к мэру Сочи. Это нечестно. Так, беги. Да это нечестно. Вадик. Серега, Серега. Да подождите вы, певчина из ползунков вытащил. Едет, едет. Кто едет? Торт свадебный едет. Господи, он чё всему радуется, что ли, а? Вот тот подарок, о котором я говорила. Катя, Леня, этот торт испекла команда КВН «Город Пятигорск». Ой, я извиняюсь, это что, медовик? Да. Мы хотим, чтобы жизнь ваша была сладкая. То есть даже не тирамису? Тирамис что? Не важно. Это, что, я это не буду есть. Нет, Ваня, ты должен попробовать. Да какой, ну я не буду есть. Это как, что это? Ты будешь это есть. Ты будешь это есть. Скотина, я же после шести не ем. Да. Я сразу предупреждаю, мы девочек не бьем. Между прочим, я тоже, но вы, девчонки, доигрались. Че ты ржешь-то постоянно? Страшно. Придурок. Да че с ними разговаривать? Бей москвичей. Стоп, 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 стоп. Не надо ничего вести. Мы сами проведем свою свадьбу. Первый свадебный танец. Я извиняюсь, это всех бесит, да? Да. Очень. Диджей, хорош. Вот это будет вашим свадебным танцем. О-о-о-о-о! Диджей, хорош. ПОМОЮТ НА ИНОООО. КОНЮТ НА ИНООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООO. ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Катя, не хочешь, чтобы все это заканчивалось? Была, не была, Танюха! Александр Васильевич, благословите нас! Дорогие друзья, эта история не выдумка. Эта свадьба была на самом деле, и все, кто сегодня выступал, тоже были на этой свадьбе. А благодаря летнему кубку на ней побывали и все вы. Горька! 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 Есть такие моменты, те моменты, когда Выпить хочется стоя, выпить стоя давно От души ведь так счастлив Тот, кто рядом с тобою Головы вверх, труса поднять И рассвет в небе встречать Будем гулять, будем плясать И ура! Громко кричать Хочется всех крепко обнять И добра всех пожелать Крепче любить Крепче прощать И мечтать Можно мечтать Раз, два, три! Ваем! Спасибо! За тебя, моя Родина! Мы до конца Будем стоять За тебя, моя Родина! Аплодисменты! Всем известно, что большинство событий и истории 12 стульев происходило в городе Пятигорске. И только у нашей команды есть замечательная возможность показать жизнь потомка, одного из героев этого произведения. Итак, знакомьтесь, Грицацуева Елена Петровна. Что значит пакет бесплатно? Может, еще ключи от квартиры где деньги лежат? Гля, деловая какая, а! Мам, привет! Доча, привет! А ты что на рынок приехала? Да, детей хочу одеть. А правильно, детей надо одевать. А кто ж кроме нас детей-то будет одевать, правильно? Деньги есть? Да, есть. Да знаю я, ваши есть. На 10 тысяч. Особо деньги не трать. Спасибо, мам. Спасибо. Конечно, спасибо. Конечно, спасибо. Че ж тебе спасибо? Мать корячится тут с утра до вечера на этом рынке. Че ж тебе спасибо-то, а? Вот тебе вынь да положь. Дай, 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 дай. Когда ж вы с моей шеи-то слезете уже, а? Мать же тут с трех утра стоит. Мам, рынок с семи. Я знаю. А я с трех. Потому что ящики воруют, куда только Путин смотрит. Мам, медведев президент сейчас. Вот видишь, Оля, президенты меняются, а мать у тебя одна. Оля, запомни, меня на один год хватит. Больше меня не хватит. Ты уже так семь лет говоришь. А я вот говорила, говорила. А сейчас все, срок годности матери истек. Вот так приятно, если я буду ковырять? Че вы ее ковыряете? Выбирайте все подряд. Залина, а ты че картошку на пять рублей дешевле поставила? Я говорю, Залина, а че ты картош... Залина, ты че картошку поставила на пять рублей дешевле? Я понимаю, что я с утра тебе уже три мешка перекинула. Че же ей на пять рублей дешевле ставить, что ли? Я вот думаю, десять тысяч не мало. Думаю, нет. Думает она. Думать головой надо было. Когда замуж выходила... Мам, мы, между прочим, с моим мужем идеальная пара. Доча, идеальная пара? Это Новодворская и Вассурман. Вот это была бы идеальная пара. А то, как замуж выскочить, так мы умеем. А как деньги просить, так у матери. Мам, ну че ты такое говоришь? Он хорошо зарабатывает. Ой, где он там работает? В Газпроме. Ирка, а где твой зять работает? Директор фирмы? О, а у нас в Газпроме. То, что он возит газовые баллоны на мотороллере. Это ничего не значит, что Газпром. Сейчас Миллер в джакузи перевернулся. Господи, когда ж ты ума наберешься, а? Умам. У мамы нерв. Поторгуй. Я сейчас приду. Света наливай. Американ бой. Американ джой. Американ бой. Доча, продаля тебе? Да, петрушку. Это моя золотая. За сколько продала? Пятнадцать. Пятнадцать? А ты знаешь, сколько сейчас стоит пучок петрушки, а? А ты знаешь, что с пучком петрушки можно прийти на день рождения и сказать поздравляю? У него что, день рождения было, что ты ему подарила пучок, а? А сколько? Шестнадцать. Оля, 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 Оля. Я ж тебя Викой хотела назвать. Если б ты мать пос... Ой, зятек, здравствуй. Здрасте, здрасте. А че ты стоишь там, как бедный родственник мой? Болит? Болит. Больницы был? Был. Че сказал? Упал. Правильно так и говори. А еще раз ко мне участковый придет, я тебе вторую ногу сломаю. А я, между прочим, десять тысяч детям дала, чтобы оделись, да? Спасибо. Пожалуйста, да. Только ждешь от вас, что спасибо. А ты помнишь, что у тебя дети есть? Я помню. Ага. Кто у тебя там? Сын. Сын. Как зовут сына? И? 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 Иго. 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 Иго-го. 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 Ирка, как зовут внука твоего Леха? Ну вы вообще без фантазии. У нас Иго-го. А ты знаешь, что ему подарили дети подкову во дворе? Подкова это на счастье. Да, ему дверь на ноги. А ты знаешь, что дитё цыгане шарахается, боится, что его уведут? Мать вам сует, 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 как паровоз, а? Ну хоть какая-нибудь отдача бы, да? Я вам шубу дарил. Вы, наверное, забыли уже, да? Да я в жизни этого не забуду. Я ж не как панда. Я ж три месяца не могла до рынка дойти. Меня гринписовцы ловили и в лес увозили. Так сказать, мою естественную среду обитания. Ну мань. О мань и мань. Вот поэтому от вас муж и ушёл. Что такое говоришь? Ой, господи. Это что же он меня остапом попрекнул, доча? Ой, горе-то, горе какое. Мужчина, выбирайте лучок. Горе-то, да сам ты гнилой, о. Мм, не лукомёт. Будешь? Нет, не хочу. Иди домой, вся раздетая, раздутая, сама по рынку она будет. Я сама детям куплю одежду. Деньги забери. Да не нужны мне твои деньги. Залина, о, стоишь там. Посмотри за лотком. Пойду внукам одежду куплю. А кто Залина, как не я, вот. Привет, ба. Привет. Твои родители только ушли. Да я знаю, мать просила тебе деньги передать. Две тысячи. А где остальные? А на остальные поеду в Рио до Жанейро. Вот порода, а. Весь деда. Иго-го, внучок, куда ты поскакал? Очень красота. Очень красота. Наверняка многим знакома такая ситуация. Пятница, вечер, друзья собрались за столом, чтобы посидеть чисто в мужской компании. Но ближе к утру обязательно начинаются такие разговоры. Давай, попробуй Наташке позвонить. Тихо, только тихо. Алло, Наташка, приезжай в гости. А что ты меня спроси? Да что поздно, 4 утра всего лишь. Все, облом. Короче, звони нашей Светке, это стопроцентный вариант. А смысл? Светку нашу помнишь? Да. У нее по логике обязательно симпатичная подруга. Точно. Алло, Свет, приезжай в гости и подругу возьми. Ждем, давай. Привет, что наконец-то. Здорово. Знакомьтесь, это Оля. Оля. Хана логики. Света, что это за плантон, а? Так, ладно. Вот это двое твои, вот это двое мои. Потом как Путин и Медведев. В смысле? Ну поменяйся. Слышь, жирный. Кто, я? Нет, блин, я. Иди сюда. Я сразу предупреждаю, родители знают, куда я пошел. Иди не бойся. Желание сексуальное есть? Нет. А если найду? Да ладно, расслабь. Ну что вы, девчонок, не угощаете? Что есть пожрать у вас тут, а? Вообще-то женщинам нельзя есть после шести. Вообще-то нельзя есть после бомжей. А остальное им все можно. Тост. Давай, Светуль. Пусть плачут те, кому мы не достались. И сдохнет тот, кто нас не захотел. Вот ты красивый. Пойдем со мной, ну. Вообще-то вы не в моем вкусе, женщина. Ой, а я знаю очень хорошее средство. Пей. Давай еще пей. Запей. Косы первые не запивают. Давай. Покури. Ну как я тебе? Пошли. Оль. А? Ты как закончишь кости не выбрасывай. Ага. Я рексу отнесу. Ну как всегда, Светуль, я помню. Свет, ты кого привела вообще? Че не та? Ничего, мы думали, у тебя симпатичная подруга. Мы посидим, расслабимся, она нам стриптиз танцует. И о чем хуже? Домашняя сексуальная заготовка. Смотрим и наслаждаемся. Под небом голубым. Есть город золотой. Спрос. Сразу. Шухер, она идет. Короче, Света, слушай меня внимательно. Мы, короче, пришли, чай попили и сразу ушли. Это зачем? Это чтоб мы потом, Светочка, с тобой одинаковые показания давали. Да пошутила, я на тебя, вы поверили, что ли? Так, ты, пляшевенький, а ну пойдем со мной. Я не могу. А че? Я это, я гей. Чего? Сейчас докажу. Спасибо, друг, выручил. Я вас умоляю. Когда меня это останавливало, да? Иди сюда. Света, голубая, это ж лоза. А че вы девчонок на танец не приглашайте, приглашайте, ну? Рыжий, а ну сделай погромче давай. Не делай. Я хочу, чтоб соседи слышали, как меня будут душить. Ну че ты глупости-то говоришь? А ну возьми женщину за талию, говори, дам ей комплимент. А вам есть 18? Я тебе умоляю, мне уже два раза по 18. Свет, че они такие дохлые? Стеснительные. Может свет выключим, а? Да. Класс. И эти убежали. Я не со свет, я вот думаю, может мне тебя в следующий раз не брать с собой, а? Оля! Ага. Вообще-то я с ним целый сезон танцую, поняла? Свет, ты че? Че ты думаешь, мы из-за мужика будем ругаться, что ли? Ну мы ж тобой подруги. Как ты вообще про меня такое могла подумать? Оля! А! Ладно, Свет. Давай сделаем так. Ты в этом году это выбери, а я того попробую взять. Окей. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Субтитры сделал DimaTorzok